Важная новость из Турции. Комитет по иностранным делам парламента на заседании во вторник поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Северо-Атлантический Альянс. Долго ждали этого события. О его значении поговорим, и не только об этом, с Игорем Челенко, политолог, глава Центра анализа и стратегии. С нами на связи. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Насколько важно это решение, которое приняли парламентарии Турции, и какие следующие шаги в этом направлении, в направлении вступления в НАТО Швеции? Важное, но пока еще не историческое. Таким образом, Эрдоган показывает, что он еще на один шаг приблизился к финальному решению по ратификации вопроса Швеции в Северо-Атлантическом Альянсе. Но торги с американской стороной продолжаются. Вопрос раздора, точнее говоря, в чем дело? Вопрос в 40 истребителях F-16, которые хочет купить Эрдоган. И плюс еще комплекты для обновления существующих. Там в районе еще 80 таких комплектов. То есть, чтобы Эрдоган получил F-16 в районе 120 штук новейшей комплектации. Этот вопрос сейчас завис в Конгрессе США. Точно так же, как и Украина ждет решение по финансированию на следующий год. Также и Эрдоган сейчас ждет, когда с Нового года Конгресс выйдет в пленарный режим, в сессионный, и будет, соответственно, принимать решение. Сейчас от однопалатного парламента остается решение, собственно, во время сессии. То есть, уже остается буквально один шаг. Но этот шаг придерживается до решения Конгресса США по истребителям. Ну, плюс, конечно же, не стоит думать, что исключительно США здесь камень преткновения, будем так говорить. Есть еще вопрос Канады. Так, с Канадой вопрос о эмбарго поставок оптики для беспилотников. Для турецких беспилотников. Но этот вопрос тоже решаем. Там ведутся переговоры, по-моему, еще с лета этого года. Поэтому, как только Конгресс США примет соответствующее решение по истребителям, Турция, конечно же, уступит и откроет возможность для Швеции практически стать членом Альянса. Должны мы не забывать, конечно же, еще о Венгрии. Поскольку в Венгрии этот вопрос до сих пор не решен. И хотя Виктор Орбан и представители официального Будапешта опровергают, что существует некая координация Турции и Венгрии в этом вопросе. Но, очевидно, она все-таки есть. И Венгрия, по крайней мере, она обещала, что решение по Швеции она не будет принимать последней. Поэтому, я думаю, что тоже где-то в первых числах, возможно, января месяца, возможно, в середине где-то следующего месяца вопрос также будет решаем уже в Венгрии. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что вопрос вступления в Швеции в Альянс точно будет решен до проведения, по любым разным сценариям, но до проведения ювелейного саммита Альянса в Вашингтоне, который состоится в 75-ти лете от создания НАТО. Игорь, вот мы помним этот долгий процесс, эти размышления, там было о том, что нужно или не нужно соглашаться. Помним провокации, помним Коран, который был, помним русский след, который находился во всех этих провокациях. Опять же, в Венгрии тоже там находятся друзья одного диктатора из Кремля. И вот заявление, собственно, самого диктатора о том, что у Финляндии не было проблем, только там что-то они решили по лесу, обо всем договорились, а теперь эти проблемы у Финляндии будут. И в Ленинградском округе будет формироваться усиление военного потенциала. Как вы считаете, Путин прощупывает, насколько НАТО быстро отреагирует, либо же он сотрясает воздух? Ну, я думаю, что на самом деле у Путина сейчас стратегическая цель показать якобы неэффективность пятой статьи Вашингтонского договора. Ну, то, что сейчас, конечно, происходит, это еще не повод ее задействовать. Но мы же знаем о тех данных, которые появляются в публичной сфере о планах Путина напасть на одну из стран НАТО. Ну, и Швеция, как потенциальный будущий член Альянса, тоже среди таких стран. А там и Дания, и Швеция, и Финляндия в этом списке. Поэтому, да, со странами Скандинавии и, в основном, странами вокруг Балтийского моря крайне все тревожно на самом деле. Потому что Путин сейчас решил идти на эскалацию ситуации. И, кстати, очень-очень вовремя Соединенные Штаты подписали договоры с данными государствами, которые помогут увеличить сейчас военное присутствие непосредственно Штатов в данном регионе. И тем самым усилить превентивные методы обороны от возможных провокаций со стороны Российской Федерации. Но, опять-таки, понятно, что сейчас касательно Швеции, я думаю, что на самом деле в Стокгольме могут еще спровоцировать подобную провокацию, как это было с Кораном. То, что вы уже вспомнили. Но, тем не менее, я думаю, что эта провокация, она не помешает все-таки принятию решений, поскольку Турции в данном вопросе все-таки важно получить соответствующие истребители. А тема тянется на самом деле уже пять лет, как минимум. И она была, ну, она фактически оборвалась, поскольку Турция в свое время купила российские комплексы С-400. Вопреки тому, что страна является членом НАТО. И тогда, помните, Турция хотела купить себе вообще F-35, но переигралось все. Поэтому, я думаю, что решение Швеции все равно будет принято позитивно. Ну, а теперь за F-16 стоит уже в очереди и Украина, и Турция. Не хотелось бы, конечно, повторить одного пропагандиста кремлевского, но вопрос совпадения ли? Ну, опять-таки, Соединенные Штаты Америки все-таки не обещают нам именно борты F-16 на данном этапе. Пока мы самолеты будем получать с Европы, и как минимум можно вспомнить недавнюю новость от господина Рютте с Нидерландов о том, что 18 первых бортов уже готовятся к отправке в Украину. И Соединенные Штаты в данном процессе, они сыграли роль тех, которые дали добро на соответствующую передачу, как страна-производительную, дают они возможность обучать пилотов в Аризоне. Поэтому, ну, я на самом деле думаю, что в будущем не исключен факт, что и сами Соединенные Штаты могут передать определенное количество птичек для Украины, но это будет уже на последующих этапах, и для этого будут нужны соответствующие политические решения. Игорь, вспомнили вы несколько раз предстоящий в Вашингтоне в следующем году саммит НАТО. Для примера, вице-премьер Стефанишина сказал, что этот саммит будет решающим, ну, по крайней мере, такие ее ожидания. А каковы Ваши ожидания от этого саммита в контексте будущего Украины? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы наша страна получила четкий сигнал о будущем членстве. В Североатлантическом альянсе это был бы план-максимум, хотя бы какое-то там приглашение. Но, понятное дело, в нынешних условиях, как говорит и сам президент Зеленский, ну, нас официально туда не зовут, вот, то есть, а разные там предложения от частных лиц, но это немножко другое. Но, тем не менее, я думаю, что для самого альянса все-таки вопрос, в том числе и защиты Украины, в нынешних условиях от российской агрессии должно быть одним из приоритетных направлений. Поэтому, да, это исторический будет саммит, и не только с точки зрения юбилея, 75-летия с года создания, но и того, о чем будет сам альянс в будущем. Альянсу нужны реформы, и как показала война России против Украины, реформы своевременные, масштабные, и, конечно же, процесс перевооружения. И сейчас Украина, она в контактах и с Соединенными Штатами Америки, и с другими государствами-членами альянса, увеличивает производство, совместное в том числе производство ВПК этих стран. И это сейчас показывает, что на самом деле НАТО очень много работает для того, чтобы актуализировать свои возможности, поскольку нынешние угрозы этого требуют крайне серьезно. Иначе альянс просто будет неэффективен и недееспособен. Вот как раз про угрозы. Очень резонансное заявление сделал главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен. Он заявил, что страна и общество, Нидерланд имеется в виду, должны готовиться к войне с Россией. А гражданских жителей он призвал сделать запасы пищи и воды. Понятно, что заявление вызвало обсуждение, у кого-то непонимание, у кого-то страх. Но тут отмечают наблюдатели, что Мартин Вайнен уходит в отставку 1 января 2024 года, то есть уже совсем скоро. Как бы вы прокомментировали это заявление, его суть и сам тот факт, что оно сделано буквально за неделю до отставки? И похоже, заявления были уже из Германии. Во-первых, надо отметить, что Нидерланды одни из тех стран, которые все-таки выделяют на сферу обороны и безопасности более 2% от ВВП. Это как раз в 2024 году они перейдут эту границу и будут дальше увеличивать оборонные бюджеты. Ну, опять-таки, да, и Германия, то, что вы сейчас вспомнили, там господин Писториус тоже самое фактически говорил. Ну, плюс мы видим, что происходит там в Польше, например, которая перевооружается конкретно, делая заказы на тысячи единиц бронетехники в той же Южной Корее. Все понимают угрозу сегодня Российской Федерации и то, как разворачивается сегодня производство российского ВПК. Да, на данном этапе они достигли потолка, но это не означает, что возможность роста не увеличится позднее. И, опять-таки, есть много законсервированной техники, много сейчас, в том числе, в теме рэбов, дронов начинают производиться. И ситуация в Украине показывает, что без серьезной поддержки Запада, сам же Запад может попасть в капкан и приблизить начало военной кампании Российской Федерации против стран, ну, как минимум, восточного фланга Североатлантического Альянса. Кроме тех стран, которые я уже называл, там, стран Скандинавии, ну, можно вспомнить, как минимум, Литву и Сувальский коридор. То есть мы же понимаем и знаем, насколько напряженная ситуация сообщения с Калининградом. Либо можно вспомнить, там, ладно, там, нейтральная страна, но, тем не менее, Молдова крайне сейчас находится под давлением, гибридным давлением со стороны Российской Федерации. Поэтому, да, планы могут сейчас реализироваться разные, но они показывают, что блоку НАТО нужно новое дыхание и нужно понимание тех рисков, которые сейчас существуют и которые исходят от Российской Федерации. Вот, кстати, как раз хотелось, да, отметить, что война, которую Российская Федерация развязала против Украины, она стала, такой, скажем, как инъекцией для всего мира посмотреть, насколько каждая страна готова, с чем она располагает, как она может включиться в игру, либо не включиться. И это касается и тех же денег, о которых мы постоянно говорим, потому что мы видим, что год заканчивается, вот та помощь, на которую рассчитывала Украина вот получить уже сейчас, она пока еще не пришла, но есть всегда выход из любой ситуации. Те же 300 миллиардов замороженных активов российских денег, о которых мы говорим, вот 4 миллиарда уже Германия нашла. А вот эта ситуация с НАТО, может ли она подтолкнуть страны Евросоюза, и не только, для того, чтобы скорее активизировать поиски финансирования для Украины, для того, чтобы поддержать и в военном плане, и в экономическом страну? Ну, сейчас мы видим, действительно, происходят поиски финансирования, но они связаны больше с ситуацией в Конгрессе США, и происходит сбалансирование сейчас каждой части, там государства, что могут, то и предоставляют. Мы видим, что на самом деле, да, действительно, есть проблемы, например, с той же артиллерией, 155 миллиметров, где Европейский Союз, ну, немножко переоценил свои возможности, но это не означает, что не происходит наращивание производства. Наоборот, мы видим динамику, она серьезная, то же самое происходит и в Соединенных Штатах Америки. Если говорить конкретно о военной помощи, о деньгах, ну, опять-таки, мы видим, даже те же Соединенные Штаты вот выделили буквально 250 миллионов долларов этой боеприпасы, это другое необходимое для нас, поэтому, да, транши будут дальше заходить, ну, и, очевидно, та же самая Германия, о которой вы вспомнили, она будет на себя брать более такое серьезное влияние в этом вопросе. И, опять-таки, напомню, что даже в этом году, в этом году Германия выделила, ну, довольно-таки мощную сумму исключительно на военные цели, это 12 миллиардов евро. В общем, мы помним, что Германия там в районе там сколько? 22, по-моему, миллиарда евро в этом году, могу немножко ошибиться. Дала, то есть это из финансовой поддержки. Я думаю, что, в принципе, что касается именно военных издержек на следующий год, они будут выделяться, но, опять-таки, акцент будет делаться, скорее всего, на усиление противовоздушной обороны. Но мы не должны забывать то, о чем мы начинали разговор, о самолетах, о коалиции F-16, которая как раз активно начнет задействовать свои возможности как раз в 2024 году. И, соответственно, это финансирование тоже будет в себя включать. Поэтому надо смотреть, конечно, с одной стороны реалистично на вещи, что выборы в многих странах, но, тем не менее, риск угрозы России будет вынуждать страны Запада все-таки выделять дополнительную помощь в обороне для Украины. Игорь, спасибо. Ну да, Путина своих планов не скрывает. Он уже на весь Китай рассказал про свои пять лет, но это тоже, конечно, нужно отдельно проговорить будет. Будем надеяться, что это всего лишь была какая-то его оговорка при потере суверенитета. Спасибо большое за это включение. Сегодня с нами в телеканале Freedom был политолог Игорь Челенко с нами на прямом включении. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok